всем привет сегодня будет видео сборная солянка потому что никаких видео хроник я предыдущие две недели не снимала не было у меня на это никакого совершенно желания почему-то ну а вот сейчас есть абсолютно такое большое желание поделиться с вами что же у меня происходило в рукоделии и перед собой вы видите замечательную прекрасную девушку девушку с гранатом вот такая она должна будет получиться великолепный на мой взгляд портрет очень интересный необычный не пафосный очень красивая девушка которая полюбилась мне далеко не сразу я вначале прошла мимо вообще этого сюжета потом возвращалась несколько раз к нему и уже когда вернулась не знаю может быть 1 5 только тогда я поняла что это любовь и я ее хочу вышивать купила схем схему я у лены петровой дизайнер который разработал схему по этому сюжету и он приступила к вышивке вышиваю на гобеленовой сетке пяти там полукрестом нитки dmc я в общем то все вышиваю нитками dmc ну кроме некоторых наборов на начало предыдущих двух недель до или как это правильно выразиться ну в общем в самом начале как я приступила к вышивке в этот раз мне было вышито только лишь одно лицо просто лицо это даже она была вышита в общем то не полностью были некоторые пробелы здесь вот эта часть тоже была не вышита но я постараюсь фотографии найти и вам конечно же показать как это было и вот как это стало я решила повышевать эту картину не просто так а совместники не знаю совершенно зачем мне это надо ну вот мне так захотелось увидела что организуется совместный отшив который называется очарование женственности и думаю что эта девушка совершенно замечательно подходит к этому совместному проекту в данном совместнике нет никаких определенных таких больших норм да не в принципе небольших не маленьких насколько я понимаю а единственное что нужно показывать отчет раз в неделю и отчет этот среду и на данный момент у меня получилось три среды да я наверное получается даже не две недели вышивала немножко больше немножко больше промежуток времени сейчас захватываю если честно эту хронологию я сейчас не очень помню столько сейчас разных забот хлопот перемежающихся и вышивка естественно поэтому в датах я уже немножко путаюсь в общем начала я прям непосредственно с одной из сред среду я в этот совместник вступила и тут же я на вышивала определенное количество и сделала отчет на следующую среду я тоже принялась за эту вышивку тоже повышевала один день сделала отчет но оставлять вышивку мне не захотелось как-то это мне показалось не очень удобно только вроде бы возьмешь вышивку и все уже и день прошел уже все закончилось и и на вышиваться ты не успела поэтому я в четверг еще опять же весело эту вышивку повышевала прямо души хорошо мне такой приличный такой результат получился это я таким образом сделала задел соответственно на следующую среду то есть потом я и отчиталась в общем-то в отчете за будущее теперь мне получается нужно две недели отдыхать и опять вышивать я скорее всего сделаю примерно то же самое я два дня например повышеваю среду четверг ну приблизительно может быть это будут другие дни и также отчитаюсь в среду и сделаю задел на среду следующую то есть я получается и эту вышивку в какой-то степени на вышиваюсь да ну хотя бы немножечко все-таки это будет не один день а как минимум два и в то же время оставив эту вышивку я с другими проектами не буду прерываться особо то есть эту вышивку я не буду дергать там на день на два а могу позволить себе до повышевать ее подольше мне кажется это так получается несколько удобнее вышила я здесь не помню сколько абсолютно не помню не смотрел я сагу но полностью вот здесь все что сверху все что вокруг головы то есть часть лица и все вот это вот и и вывесит ее головной убор то что то что вы видите вот это все было выше то за эти три дня вышивается с переменным успехом есть места очень легкие есть места довольно таки заковыристые например где маленькие узенькие полосочки там вышивается достаточно трудоемко там много цветов частая смена нити а вот полосочка которая такая сиренефиолетовая она вышивается вообще запросто то что вот здесь коричневая тоже это все очень и очень легко смущает меня здесь некоторые вещи но в принципе на привью это есть но но наверно не столь выражено смотрите вот это вот фиолетовая полоса выделяется сильно фиолетовый и здесь идет малиновый на превьюшке мне в глаза вот этот малиновый не бросается он здесь более как бы оранжевый что ли то есть фиолетовый понятно да он так идет а вот этот он не такой малиновый поэтому я когда вышивала я честно говоря даже вначале подумала может быть я ошиблась и взяла не тот свет вышила но нет перри проверила вроде бы все так как надо ну в общем вот этот момент меня немножко смущает но может быть это все как-то у ляжется и будет смотреться более цельно и правильно когда вышлется все остальное хотя не знаю мне кажется что наверное все таки это и будет вот так вот несколько отличаться потому что ну здесь не малиновый вообще не малиновый ну хотя опять же печать погрешность может быть полиграфии потому как и здесь часть такая она как бы более желтая более золотистая здесь все таки более коричневая да ну будем считать что это у грехи полиграфия но всяком случае буду надеяться что моя картинка вышитая будет ненамного отличаться от превьюшки еще если так уже прикапываться ну я знаю что многие зрители может быть немногие зрители надеюсь что немногие зрители но все-таки есть такие которые очень ревно относятся к каким-либо замечаниям тем или иным дизайнером как они считают да то есть если я разбираю какую-то картинку какую-то вышивку и делаю какие-то замечания на мой взгляд какие-то нюансы которые могли бы быть лучше до сделаны могли бы отсутствовать например любители одного или другого дизайнера они воспринимают все это в штыки как будто бы я там вылила дизайнера кучу помоев и так далее хотя по большому счету это просто мелочь абсолютная мелочь на которую я лично обращаю внимание я могу быть не права но это вот лично мое мнение и мхо как говорится да дизайнеры они у нас натурой творческие ранимые они могут воспринимать это тоже не очень хорошо но по большей части все-таки критику конструктивную так скажем воспринимают абсолютно адекватно ну большая часть дизайнеров во всяком случае с кем я сталкивалась поэтому ничего личного только мое мнение и сразу скажу что в целом все равно результат меня устраивает мне очень нравится получается красиво но некоторые нюансы все равно присутствует и это ну помимо того что здесь у на этом малиновая полоса какая-то получилось это лицо на лице с учетом того что я вышла здесь теневую часть на которая ближе к уху здесь уже должна быть сережка часть между получается щекой да и между вот самый-самый теневой здесь идет бленд и бленд этот получается такой вот немножко рябенький потому что там и темная и светлая нитка и вот определенная доля рябости здесь присутствует конечно если бы это было как-то более сглажено было бы вообще супер но в принципе и так неплохо в общем то даже на превьюшке здесь это видно это все равно хотя в нитках я это вижу больше да вот это вот небольшая рябость хотелось бы более плавного более такого вот красивого перехода но все равно все она получается красиво девушка все равно классная как ни крути и нравится мне уже начинает прорисовываться складочки они очень объемные они вот в жизни на них смотришь они очень очень объемные хотя здесь у меня по сути это дело выше то совсем чуть-чуть да у меня по сути вот только часть одной единственной складочки но еще вышивать и вышивать и конечно полностью мнение сложить можно будет когда уже все будет выше то но я думаю что не за горами тот момент когда мы увидим все эти складочки целиком потому что я планирую вышивать эту картину вот так вот стабильно обязательно чтобы у меня каждую среду был отчет ну я буду стараться конечно чтобы этот отчет был как можно более объемным по результату в общем вот такая вот красавица у меня вошла в мои постоянные процессы очень надеюсь что все получится так как и ожидается такая вот будет красавица здесь я конечно будет интересно вышивать ее головной убор вот не знаю абсолютно как это называется может быть кто подскажет как какой-то не знаю но это ж не тюрбан там ничего я не знаю как называется смешить народ не буду разными названиями непонятными но помимо того что я вышью здесь девушку не знаю хватит ли мне места для того чтобы вышить головной убор полностью наверное не хватит мне так кажется но в любом случае здесь мне придется вышивать еще и очень очень много фона с одной стороны и с другой стороны тоже да то есть вот здесь и вот с левой стороны здесь фоне присутствует в основном один цвет 762 светленький до моих любимый в кавычках но не только он принципе на приюшки достаточно хорошо видно что здесь уже вкрапление других цветов но это уже все ниже но вот это восемьсот шестьдесят второго сорок четыре тысячи стежков ушица я в принципе даже рада что у меня этот фон будет в общем то определенными кусочками даты что я вышиваю здесь главную героиню добавляю фон надо будет наверное даже вышивать по перемешке все таки и головной убор и фон да здесь тоже где-то головной убор и фон потому что ну очень много получается даже если частично вышивать эти кусочки все равно очень много получается этого 1 того однотонного фона однотонный фон вышивали так я бы небольшой любитель тем более такими светлыми оттенками мы посмотрим время покажет как и куда я буду двигаться сейчас посмотрим что я вышивала еще еще мне удалось повышевать розу от панны вот такая она будет красивая когда-нибудь я думаю что она даже будет лучше чем на картинке это предполагается подушка по крайней мере по задумке панны но что это будет у меня я пока не решила может быть это будет подушка может быть это будет сумка тоже время покажет еще вышить надо вышивать не здесь еще довольно таки много потому что подушка на самом деле достаточно такая немаленькая скажем так насколько я помню здесь аида 16 каунта и вообще в этой розочки так вот если судить по приложению больше 40 тысяч крестиков но на самом деле здесь конечно и крестики которых там 33 с чем-то тысячи пять с половиной тысяч полукрестиков и достаточно большое количество бэкстича да ну по превьюшке в принципе это можно оценить да много здесь бэкстича ну в общем работа такая немаленькая достаточно трудоемкая в плане количества крестиков то есть есть и вышить ее за неделю у меня по крайней мере точно никак не получится вообще я не планирую ее прям сделать прям сразу не горит мне абсолютно я планировала так что я буду просто под настроение брать эту вышивку и ее вышивать в общей сложности мне сейчас удалось вышить на этой картинке 17 с половиной процентов и вышивала я ее восемь дней причем из этих восьми дней самый маленький мой результат был 47 крестиков зато самый большой 1700 и общей сложности я вышла где-то примерно тысяч семь в крестиках ну если вы как сага переводит да то есть и бэк и крестики уже пол крестиков у меня здесь еще не было я на прошлой получается неделе допом на прошлой неделе в общем повышевала я всего лишь один день эту розочку и изначально вообще взяла ее с собой на прогулку с детьми и так получилось что за трех с половиной часовой прогулку я вышила аж целых 40 крестиков ну маловато будет когда пришла домой я не стала брать какую-то другую вышивку и осталось вышивать именно эту розу и у меня прибавилось уже не 40 крестиков а тысяча целая тысяча крестиков которые у меня прибавилось вот в верхней стороне я думаю что наверное пора мне уже и перепяливать эту основу потому что ну уже не слишком удобно я наверное вот здесь бэкстич прошью чтобы мне уже сюда не возвращаться и буду уже тогда канву перепяливать и вышивать дальше но тоже вот как получится как захочется может быть на улицу возьму что наверное сейчас маловероятно но может быть хоть чуть-чуть может быть и дома мне захочется повышевать и с удовольствием возьму эту розу и с удовольствием конечно же ее по вышиваю сейчас я вам покажу свое небольшое приобретение потом покажу оформление собственно ручное которое в общем то многие могли уже видеть в к фотографии и напоследок я покажу вам свой новый большой процесс и так что же я приобрела благодаря моей зрительнице да и спасибо ей огромное что вспомнила обо мне когда увидела этот набор я говорила в прошлом видео или позапрошлом видео я уже не помню в общем я говорил о том что мне хотелось бы приобрести вот такой набор набор от парные серии живая картина это вышивка гладью причем вышивка гладью частично называется берег веда и вот далее увидела в продаже такой набор почему выдела его на авито то есть я купил этот набор с рук и цена была просто фантастическая она была в два раза ниже чем на каких-либо сайта где вообще в принципе этот набор прослеживался причем в довесок к этому набору мне приехал еще один маленький они в принципе там оба комплектом и продавались вот такой вот вот такая брошечка ну мне эта брошка вообще совершенно никак не нужна у меня есть целая куча сколько семь или восемь наборов брошек которые мне очень нравится а вот это как-то меня оставила совершенно равнодушно ну шкуль прислали в довесок то в общем-то пусть будет поэтому я ее сейчас пристраиваю добрые руки кому понравится я его и отдам ну в первую очередь конечно расскажу о этом наборе я получила как я сказала с авито с рук естественно я оформила авито доставку которая обошлась мне в 49 рублей целых то есть в общей сложности вот эти два набора мне обошлись в 700 рублей всего-навсего я конечно довольна такой цене и когда получала в пункте выдачи боксбери по-моему это возит я конечно же в первую очередь проверила все ли на месте то есть нитки основа и и так далее все на месте ну конечно все такое было уже немножко потрёпанная не очень красивая видно что не раз открывалась но это в общем-то ерунда главное чтобы внутри все было как положено совершенно замечательный сюжет мне он очень и очень приглянулся я не рассматриваю это именно как оберег что у меня будет от чего-то там оберегать нет мне просто нравится сам сюжет безусловно какой-то определенный символизм в этом присутствует да вот и лебедь и медведь и олень и вот это вот замечательное мудрое наверняка дерево все это мне нравится все это мне отдает в душе какими-то там эмоциями я честно говоря даже не могу пока сформулировать мысли что же для меня это означает в принципе кстати так вот если общими фразами смотреть на здесь есть тоже какое-то определенное объяснение обеда что она там олицетворяет на лебедь медведь и олень тоже что они олицетворяют какие символы и так далее но в принципе они схожи отчасти с моими мыслями но пока пока вот я не могу сформулировать естественно я и не буду и в общем-то и говорить вышивка будет небольшая 25 на 35 сантиметров всего 23 цвета мулине где тут нитки вот они нитки нитки короткие в этом наборе цветов вот немного 23 и есть металлик металлик тоже гамморские вот уж прям так сразу видно посмотрим как будет этим всем вышиваться вышивка частичная то есть помимо того что это гладь что будет несложно не так уж долго я надеюсь плюс еще вышивка частично то есть вышивать здесь прям все нет необходимости то есть это все будет вышивать вышиваться получается лебедь девушка там тоже частично медведь и так далее и посмотреть это можно здесь как бы картинка на привешке маленькая а здесь есть инструкция инструкция очень подробная конечно тоже заглянула уже очень подробная инструкция именно по всем стишкам как обычно и инструкция вот подождите вот так вот здесь вот описано полностью все вот как поскольку ниток естественно как вышивается лебедь как самоведа и медведь и все все прям вот четко по пунктам что какими швами вышивается то есть я думаю что ошибиться здесь будет очень сложно здесь есть полностью картинка целиком вот такая вот где ну видно да приблизительно там где какие швы вышивается но все равно это мелковата есть просто эти как крупные крупные картинки где вообще хорошо видно где каким швом что вышивается что дерево что лебедь что вот медведь оленя вот медведь оленя вообще просто вышивается вот мне кажется как там анималистическая гладь так называемая а вот с лебедем с деревом конечно нужно будет там потрудиться лебедь прям вообще интересно тоже в разные стороны вот эти идут шовчики ну посмотрим как у меня руки найдут вот с удовольствием конечно буду вышивать очень 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 мне приглянулся именно этот сюжет и вот почему-то именно захотелось мне в глади мне кажется в глади это как-то будет более натуралистично и более соответствовать самому сюжету как мне кажется хотя ну может быть я не права мне кажется что все-таки действительно вот именно к этому сюжету больше подходит именно такие швы именно гладь видно что когда-то набор покупали на озоне также в общем-то как и брошку да здесь тоже вот эта бирочка озоновская ну видимо передумали вышивать решили продать я вот так замечательно это дело приобрела очень довольная довольно просто вдвойне дальше я вам покажу свою птичку серый сарокапот так но поднять выше у меня не получается не знаю может как-нибудь так попробовать я его вышел уже почти два года назад но меня был выше в сентябре будет два года и полтора года назад я приобрела заготовку овальную рамку для этой птиц и вот полтора года лежала у меня эта заготовка лежала и ждала когда же когда же я ее выкрашу а дело в том что я если я просто взяла заготовку и хотела красить раму самостоятельно я не стала оставлять это в багетке хотя можно было бы конечно это было бы проще сделали бы уже профессионалы все красиво но решила я все-таки красить рамочку сама но как-то решить решила вдохновение не приходило мне хотелось ее окрасить и так и эдак и по-другому что-то даже я начинала пробовать но как-то не знаю видимо вдохновение на тот момент меня не настолько посетила чтобы довести дело до конца так у меня это заготовка и лежала вообще конечно странно когда просто годами можно сказать лежит вышивка лежит раму только вот покрась и вставь все и на стеночку ну вот так случилось я причем меня толчком к тому чтобы все-таки эту раму сделать оказалось видео оксаны демидовой я посмотрела на ее замечательные картины которые как всегда великолепно оформлены оксана с мужем очень стильно мне кажется с большим вкусом оформляют свою вышивку меня всегда с удовольствием любуюсь большие маленькие не важно всегда все очень красиво и про себя думаю что елки-палки ладно сейчас как бы финансах я не могу по финансовым соображениям я сейчас не могу пойти и другие свои картины отнести в багетную мастерскую но тут тоже в общем-то все уже рамка вот она в руках давно лежит но просто покрась просто сделай и все в общем хватит такое вдохновение на меня нашло огромнейшее и я воспользовалась в общем-то ну что называется тем что было под рукой я публиковала фотографии этой рамы в к но получается так что там рама выглядит несколько иначе нежели сейчас она выглядит вот вот на экранах да то есть ну вот сейчас у меня в руках все-таки разница присутствует но опять же я не знаю еще как при разном освещении она тоже смотрится по-разному при естественном солнечном освещении это одно наверное да что немножко сюда подвинуть да и ближе света и при искусственном освещении на смотрится совершенно иначе я процесс совершенно не записывала потому что было вообще не до этого я камеру вот даже даже не подумал о том что это что-то нужно было записывать я когда-то уже наверное в начале лета была у меня такая небольшая попытка раму покрасить я почему-то взяла краску из баллончика золотого цвета что у меня сподвигло я не знаю золотой здесь вообще не подходит просто вот если здесь бы была золотая рамочка но вот она вообще ни к селу ни к городу зачем я ее покрасила золотой я не знаю я покрасила я расстроилась я отложила понятное дело до лучших времен ну вот лучшие времена наступили я взяла наждачку и эту краску золотую практически полностью счистила но не стала я все-таки счищать ее до конца это мне показалось что все таки может быть получится неплохой результат ну с такими чтобы в это было с потертостями рамочкой вообще вот все эти потертости вот такой вот винтажная я очень люблю в рамочках прям вот очень безумно мне нравятся всевозможные такие светлые рамочки с потертостями там какие угодно в общем вот такой стиль мне очень близок очень нравится мне хотелось тоже вот что-нибудь подобное осуществить в общем я там нашоркал нашоркала получилось вроде бы даже достаточно неплохо но чего-то не хватало мне захотелось добавить коричневого и для того чтобы этот коричневый добавить я воспользовалась марганцовка я еще с детства помню что марганцовка отлично красит дерево и какой при этом получается оттенок и марганцовка в принципе у меня тоже вот давно была заготовлена именно для этого дела для покраски рамок ну как-то тоже я вот все долго думала да как лучше да что лучше вообще в общем вы поняли в этот раз вот я марганцовку развела и марганцовкой полностью парами прошлась прошлась я наверное губочкой раза три потому что с первого раза оттенок получился вот он лег получается на золото вот которое было изначально на золото и на саму рамку и оттенок был прям какой-то оранжевый ну конечно мне это не понравилось здесь вообще ни к сему ни к городу второй раз когда я прошлась стало уже лучше и в третий раз когда я прошлась марганцовочкой когда все высохло оттенок получился уже более такой вот как мне в общем-то и хотелось он такой коричневый и немножечко даже где-то с красна а вот дальше все получилось каким-то уж совсем однотонным не слишком мне это все нравилось и было все-таки слишком много золота вот это слишком яркое оно получилось и я взяла белый карандаш шакварельный вот самый простой вот он каляка-маляка и начала карандашом прокрашивать поверхность я прошлась карандашом здесь вот по внутренней части опять же тоже я не полностью сейчас попробую может быть если у меня получится поближе это показать вот не знаю как насчет освещения как это все будет видно общем я здесь вот эту часть карандашик вот внутреннюю часть видите я просто прошла с обычным белым карандашом закрашивала не полностью старалась только вот в основном там этот а золотинка вот я ее хотела немножечко сделать более светлой и оставить контрастные вот эти темные полосочки этого мне показалось опять же недостаточно и я прошлась карандашом еще здесь по верху тоже я приглушила немножко вот это золото и некоторые штрихи у меня были еще вот и по краю рамы то есть здесь тоже были некоторые золотые оттенки они все равно сейчас проблескивают тем более на солнце это более их видно нежели вот когда они висит когда птичка висит уже у меня на стене вот после того как я покрасила это дело сверху еще и акриловым лаком именно вот для таких изделий я лак покупала тоже давным-давно вот как-то у меня все лежало без дела цвет несколько изменился он стал более темным и вот этот вот мой белый карандаш и он стал менее менее видимым вот эта вся золотистость от той краски она опять по вылезла я пока что оставила как есть но я планирую все-таки добавить светлого то есть еще больше акцентировать темные оттенки то есть то что вот у меня вот здесь вот это все темненькое получилось внутри темненько вот эти места темные чтобы они были чуть более выделенными поэтому я планирую я не знаю может быть этим же карандашом может быть я почему карандаш то взяла потому что просто ничего не было у меня были только масляные краски но масло мне показалось здесь тоже слишком думаю если я испорчу то сложнее будет это масло отсюда убрать каких-то других красок не акриловых ничего вот именно белого цвета ничего не осталось одна такой гуаши то там белого то в общем то уже нету же серый какой-то вообще непонятный грязный дочь все изрисовала поэтому просто вот ну взяла что было под рукой и вот начала художничать поэтому сейчас вы видите несколько иной вариант нежели допустим было у меня на фотографии но я думаю что все равно получилось хорошо даже так я не знаю как себя будет передавать камера но то что я вижу сейчас глазами это очень даже очень вот мне бы если бы такую рамочку показали я бы подумал что это в принципе сделано в багетной мастерской вот так нескромненько на самом деле мне нравится оттенок получился не такой достаточно интересный на мой взгляд все таки он к этой картине подходит хотя опять же вот белого надо добавить который ну он конечно будет не белый он будет как как-то выразиться белесый чуть-чуть да ну вот не знаю все таки передает не передает как вот здесь наверное лучше видно вот эту белесость здесь это начиску в какой-то степени сохранилась а вот здесь сверху и уже практически не видно да то есть по сути надо будет я вот не знаю палак у меня это получится вообще сделать сверху или нет или мне придется они творите-ка в принципе получается так что я думаю что я вот таким вот макаром здесь вот карандашиком беленьким прям по верху пойду я думаю что ничего страшного не будет да отлично рисует смотрите-ка прям здорово если у меня где-то допустим вот пока я вот это все дело чертила вот таким вот образом да если где-то у меня залазила карандаш ну вдруг там расчеркану куда-нибудь вот на темное просто самую обычную резинку стирательную брала и стирательной этой резинкой стирала то что у меня там получилось не очень хорошо слушать и да я вот прям по верху пройду и у меня будет прям все хорошо ну надо будет конечно постараться побольше получше это все пройти приглушить опять же вот это золото и сделать более контрастно это будет на мой взгляд очень даже замечательно многие про этого сорокапута даже и не помнят откуда он у меня взялся я его вышивала потому что я его вышивала как-то вот разом знаете я села и вышила его сразу же у меня на него ушло по моему месяц работы этого сорокапута эта схема от химеры но схема у химеры была в прямоугольном варианте мне совершенно не хотелось вышивать прямоугольник у меня же все-таки такая до концепция у меня птички в овалах и кругах то есть никаких острых углов абсолютно у меня там быть не должно так карандаш уже закончился уже надо точить вот и я как-то так быстренько его вышила в принципе не такой уж сложный единственная сложность была это большой разброс стежков в самой птице в оперении все остальное вышивается просто здесь как видите да тут такой пятнистый фон засвеченные абсолютно сильно засвеченные цветочки но это все ерунда полнейшая в принципе сама птица мне нравится она достаточно реалистичная у нее просто вот классный классный глаз перышки вот это все очень здорово на все остальное я просто закрываю глазах я понимаю что это не очень хорошо проработка так себе ну да ладно главное что птица получилась отличнейшим образом вот солнышко ушел даже как мне кажется уже все равно немножко другой оттенок у карандаш поточу еще добавлю здесь светлого и по самой рамки тоже делаю некоторые штрихи и будет по моему очень даже здорово подходит на мой взгляд особенности вот вот этот вот оттенок который получается вот после карандаша он прям вообще хорошо идет именно вот в эти такие более светлые серые оттенки подходит ну и сюда тоже в принципе неплохо в общем я абсолютно довольна натягивала я сама а ну я не договорила тогда почему ноги забыли потому что я его практически не показывала я показывала только лишь процесс по моему это была мотивация на отшив и то есть я вышивала саму птичку насколько я помню и я показывала потом уже готовый вариант это я просто показала что она у меня не что она выше то что над химерой вот так общих чертах ничего подробно я не в общем-то и не рассказывала все собиралась собиралась ну как-то так не собралась вышита она у меня гобеленовым стежком ну к петитом полукрестом да я перемешку вышиваю полукрест гобелен на гобеленовой сетки 25 каунта нитки здесь у меня dmc я когда стирала эту вышивку она у меня очень сильно села я вот сейчас размеры не помню не приготовила но усадка была очень сильная там буквально на сантиметров полтора с каждой стороны у меня села ну или сантиметр как минимум но учитывая что эта вышивка в принципе небольшая для нее эти с даже сантиметров с каждой стороны это довольно таки много том там было больше чем сантиметр натягивала я самостоятельно на пенокартон я делала булавочку рама вот тоже вот у меня такой есть косячок да так вроде бы все красиво на стене висит все красиво замечательно но я толком не прокрасила боковую сторону вот здесь с одной стороны у меня получилось хорошо и не знаю видно не видно так вот довольно таки да неплохо с другой стороны у меня такой вот перди монокль но у меня получается как раз этой стороной она висит к стене и вообще достаточно высоко мы ее повешали я вернее повешила сын был против он хотел чтобы она была на более видном месте но я повешила так довольно высоко но все равно хорошо красиво с обратной стороны у меня пока такой вот вариант то есть здесь у меня задник и приклеила просто вот таким вот скотчем он вообще двухсторонний ну вот не стала я подложку отклеивать ну потому что у меня нету ну как бы не то что специально вообще гвоздиков таких маленьких сейчас нету чтобы к основе прицепить вот эту вот эту вот картонку чтобы она не вываливалась вот а часть этот крепеж с лесочкой металлическая он у меня был в комплекте вот вот это я сама прикрутила все у меня замечательно держится здесь вот единственное что немножко отклеивается вот это вот дело ну ладно не вываливается и ладно я думаю что я как-нибудь до гвоздика все-таки доберусь и все это дело доделаю в общем вот такое чудо у меня теперь наконец-то есть вот так вот по моему очень даже очень хорошо получил в общем я довольна душа моя довольна что наконец-то птица у меня в раме они лежит все и по отдельности а теперь мой новый большой многоцветный процесс у меня уже некоторое количество вышито и этот сюжет называется в горах картинка я вставлю на экран я влюблена в этот сюжет с первого взгляда мне сразу же понравилось эти величественные горы какая-то там не знаю прям сила мне кажется веет от этого сюжета мощные такие красивые горы но и на переднем плане пара отдыхает после конной прогулки рядом с ними собака как-то все это красиво мирно не знаю близко очень мне сейчас этот сюжет и очень конечно мне хотелось его вышивать я некоторое время схему не покупала просто потому что ну я просто предполагала что я начну этот процесс а у меня все-таки вышивок много вышивки больших тоже нужно вышивать их тоже хочется вышивать и начинать еще один большой процесс это конечно ну с какой-то стороны безрассудно поэтому я какое-то время схемы не покупала но в один прекрасный момент я решила а была не была почему бы нет я куплю схему и все-таки буду вышивать ну хотя бы чуть-чуть но это доставит мне огромную-огромную радость схему я приобрела и мне захотелось да приобрела я ее у дизайнера Амелка Еленка ни разу еще с по схемам этого дизайнера я не вышивала это первое хотя пару схем я по-моему приобретала не показывала просто каких-то там я птичек покупала еще по-моему что-то уже даже не помню давно дело было в общем мне захотелось чтобы этот сюжет был достаточно большого размера все-таки горы хочется чтобы это было вот так вот мощно поэтому я решила вышивать крестиком если бы я вышивала допустим на 25 каунте губерным стежком пить на полу крестом картинка была бы все же достаточно маленькая а мне хотелось такого прям размаха поэтому я не просто взялась вышивать крестом а взяла еще и аиду 16 каунта причем я выдернула этот кусок ткани из другого процесса который тоже у меня очень давно практически наверное уже год ждет своей очереди и все никак не дождется вот еще и канву отобрала хотя там у меня и схема куплена и вот канва была куплена и нитки куплены только вот бери и вышивай ну вот этот процесс все-таки так это хоп оттолкнул тот сюжет и я и начала вышивать его в общей сложности здесь в этом сюжете в этой картине 145 200 крестиков то есть размер 440 на 330 символов здесь используется 120 значков 76 солидов и 44 бленда и все это получается из 100 оттенков мулине то есть у меня на органайзерах вот здесь вот у меня 100 цветов я сделала самые обычные органайзеры самые простые просто картонки просто перекинуты нитки заплетены в косы нумерация у меня идет по порядку то есть у меня в саге это все по порядковым номерам но на органайзере то есть порядковые номера у меня такие крупные но я добавила еще и номера dmc чтобы мне было проще и быстрее допустим пополнять органайзер не заглядывать в программу в ключ программы а сразу же вот взяла органайзер ага там нитка какая-то закончилась какой-то номер взяла в свое хранилище взяла и навешала еще нитки ну или как у меня уже было мне нужно было для другого процесса буквально не хватало там одной ниточки тут же лежит рядышком этот органайзер так ага 160 есть и все использовала нитки у меня здесь ну как видите их достаточно много у меня здесь не все что мне понадобится к сожалению немножко мне ниток не хватает не хватает именно в количественном отношении я очень хотела докупить мулине дмс хотел купить у китайцев потому что цена у них уже больно хорошая отзывы тоже хорошие но пока я собиралась цены уже подросли подросли приличные да если моточек стоил например там 42 рубля 40 то сейчас он стоит уже 50 и выше ну в принципе цены гуляют ну вот пока я дожидалась ценник поднялся и с деньгами напряг случился теперь когда я куплю эти нитки я не знаю ну в принципе я не тороплюсь пока есть чем вышивать изначально вообще я тоже подумывала об аналогах все-таки это гораздо бюджетнее ну и думаю что наверное в этой картине может быть будет не столь принципиальные эти все цвета подумывала об там аму например может быть их приобрести но получается так что у меня почти все нитки есть какой смысл мне на весь этот проект покупать ама когда у меня почти все нитки есть и мне нужно только немножко докупить правильно же поэтому я взяла то что у меня есть из своих запасов на органайзер и все планировала также что я буду вышивать одной иглой да как вот я некоторые свои процессы вышиваю как например вот от Лены Петровой птички у меня вышиваются лазурные птицы или пара как это у Лены имеет название я думала что буду вышивать одной иглой тем более что здесь крестик нормально будет схему тоже так мельком посмотрела думаю что мне должно хватать в общем-то того чтобы вышивать именно одной иголочкой ничего не парковать поначалу я так и вышивала но здесь появились опять же я увидела там есть какие-то одиночки и есть какие-то крестики которые располагаются ну достаточно так это ну тут один там два там три все нитка остается куда мне ее девать распотрошить обратно там тот же бленд например и обратно все это дело поставить но это неудобно абсолютно какой-то бленд я вот смотрите как даже воткнула просто вот у меня был узелок я вот эту ниточку здесь вот воткнула вот она она у меня потому что был бленд как раз 45 и 46 при искусственном освещении даже вот их разбирать неудобно какая здесь из них какая нитки то вообще очень близкие по оттенку и то если их вот так вот на органайзере хоть как-то видно да что они разные то вот вот это вот вообще не видно абсолютно что там и и как какая из них какая поэтому я вот ее сюда определила в общем-то и все сменила локацию заодно покажу вам как все-таки у меня все это устроено что это за штука у меня там такая с пяльцами что у меня держит как я приспособилась я же вышиваю на тисках и раму на тиске прицепить конечно же легко а вот с пяльцами возникали некоторые трудности если у меня были для больших пялец лапки очень удобные то для пялец поменьше лапки оказались не столь удобными не столь они монолитно держатся поэтому я придумала вот такой вариант держатель от старого станочка станочек такой диванный подпопный вот я часть открутила то есть вот здесь это прикручивалось к ножке остальная часть которая регулируется и куда заправляется по идее пяльца я открутила и приспособилась сюда на тиски то есть мне тиски сейчас как-то регулировать вообще не надо они у меня всегда в одном положении я только туда вставляю либо раму либо теперь вот этот держатель держатель вот такого плана то есть туда заправляется пяльца все закручивается здесь можно сделать там выше ниже можно точно так же переместить вот в этой прорези держатель то есть в принципе вполне себе удобно пяльца диаметр не помню какой ну не очень они большие они наверное чуточку побольше чем самозапяливающиеся норги то есть ну сантиметров двадцать наверное может быть двадцать один двадцать два в общем где-то так обычные пластиковые пяльца такие дешевенькие так между делом я купила их в магазине на замену своих стареньких которые сломались уже отжили свое говорила я про размер не договорила как-то перепрыгнула с одного на другое так как я вышиваю на аиде шестнадцатого каунта у меня размер должен получиться этой вышивки где-то примерно семьдесят на пятьдесят сантиметров то есть у такой достаточно приличный достаточно большой размер как я в общем то и хотела так еще я рассказывала вам про нитки да про свои органайзеры и в общем то остановилась на том что у меня пошли там какие-то одиночки и что разбирать их неудобно и мне все-таки пришлось организовать какую-никакую но парковку для ниток она у меня правда вот такая маленькая ну скорее всего мне придется ее переделать сделать чуточку больше хотя вот вообще не хотелось если честно ну как видите нитки у меня здесь достаточно длинные болтаются то есть все то что у меня не использовалось не до использовалось на этом участке вот сюда паркую пишу сразу же номерочки они у меня здесь не по порядку а так как я отшивала так как у меня оставались эти кусочки так вот я их сюда и парковала ну вот еще место мне наверное штучки на две-три хватит и наверное нужно будет что-то побольше но посмотрю уже по ходу дела вообще у меня сейчас процесс остановился просто потому что у меня закончились иглы нужно покупать еще иголки на других процессах в принципе игл еще вполне достаточно а здесь уже все здесь не хватило вот все что я здесь припарковала и все больше нету здесь у меня немножечко совсем иголочки есть но тут как-то у меня уже такие под брак пошли иголочки вообще конечно мне бы стоило немножко перетянуть конву вообще я планировала изначально вот этот вот кусочек вышивать чтобы он у меня был посередине если бы он у меня посередине был у меня было бы меньше припаркованных ниток потому что некоторые цвета вот которые здесь используются они протягиваются вот здесь в правую сторону там получается вот эта вода на озеро она все уходит вправо у меня припаркованных игл было бы меньше в принципе все получается так как оно и на картинке здесь конечно чисто такие вот сейчас близко-близко покажу просто очертания можно сказать да силуэты но по сути это такие маленькие абсолютно маленькие фигурки и как бы какой-то прям супер четкости я от них и не ожидал ну в принципе вот чуть-чуть с расстояния все получается уже отлично все получается хорошо единственная проблема которую я не заметила в самом начале на превьюшке это была рука женщины на которую она опирается здесь она получилась прям вообще сильно ломаная здесь прям такой был пробел вставлю фотографию там прям ну четко видно близко я фотографировала но я фотографировала для дизайнера потому что этот жуткий перелом конечно же хотелось исправить я написала дизайнеру что вот так и так тут получилось можно ли это как-то подрихтовать немножечко ну приложила конечно же фотографию отшива елена просто моментально прислала мне новый файл она исправила вообще всю руку практически но друзья мои перешивать заново всю руку мне так не хотелось ну вообще не хотелось я прям вот ну я честно сказала что для меня это просто каторга какая-то я перешивать всю руку не хочу тем более что в общем и целом это нормально будет рука смотреться нормально она будет в общей картинке и ну там по сути нужно только пару крестиков добавить да чтобы вот этот вот залом руки убрать и и все и в общем то елена пошла мне навстречу она ну там сколько она на пять крестиков получилось мне перешить то я не распарывала я прошлась прям по верху не знаю видно будет не видно вот в этом месте вот там несколько крестиков да штук пять или шесть этих крестиков я их перешила и все в принципе стало намного лучше в принципе все встало на свои места я думаю что если бы я сейчас ваше внимание не обратила вы бы наверное вообще будет не заметили что там что-то не так и вот это место я не знаю что это на самом деле обозначает на картине на руке но мне кажется это что-то вроде повязки такой на руку потому что в подобных героев в подобных сюжетах да всякие эти ковбои и не ковбои периодически бывает что на руке там либо татуха какая-нибудь такая обрамляет руку либо что-то типа повязки здесь мне кажется вот наверное даже не повязка татуха какая-нибудь там на руке ну я во всяком случае так это представляю может быть это могло бы быть лучше может быть стоило перевышать руку так как ее исправила лена но нет нет на такие исправления я не готова честно признаюсь у меня устраивает вполне себе и так теперь вполне понятно и там и одежда и руки и шляпа все это вот этот солнечный свет все просто отлично тем более да напоминаю что это сами видели картинку я даже сейчас еще раз ее вставлю что это очень-очень маленькие получается герои на картине сама картина гораздо больше и когда это будет все в целом на какие-то там эти мелочи мне кажется вообще никто не будет обращать внимание ну в том числе и я в первую очередь я конечно потому что ну я же вышиваю для себя вышивание для кого-либо еще вот такая вот получается у меня красотень вышивала ну соответственно чтобы мне поменьше парковать то есть я начинала цвет какой-то вот допустим отсюда здесь много таких соломенных оттенков спускалась вниз если нитка оставалась я вот даже здесь траву вышивала хотя это по сути не слишком удобно и да пожалуй стоило бы мне перепялить мне бы проще было и собачку вышить ну и как я говорила меньше было бы припаркованных иголочек схема у меня электронная вот по электронной схеме я вышиваю по порядковым номерам вот здесь видно вот 80 допустим да номер так ну и так далее вот порядковые номера что здесь неудобно я ли не тоже говорила есть как бы символу очень очень похожие и благодаря тому что я вышиваю вот по номерам по электронной схеме мне конечно это особо не мешает но даже при этом я обратила внимание на то что значки некоторые очень и очень похоже ну вот не знаю когда я приступлю к этой работе дальше надо запасаться иглами нужно их приобрести так фокусируйся в общем и целом получается очень даже обнадеживающее в принципе я не скажу что сложно одиночки да есть было численные есть но их по сути не так уж и много учитывая что здесь аж целых 120 цветов мне кажется что большая часть этих цветов будет задействована именно вот в этом фрагменте потому что потому что здесь именно что здесь и синева здесь и серые здесь и соломенные то есть и цвет травы и цвет гор цвет неба цвет воды здесь она вот все объединено в одну кучку женщину мне осталось до вышивать только вот здесь руку вот немножко что вот она видно что она сидит в траве и дальше здесь уже лошади пойдут но их я немножечко немножечко лишь захватила их не стараюсь вышить в первую очередь в первую мне интересно было вышить от этих вот главных героев дальше уж там в какую сторону и чего буду вышивать не знаю скорее всего по логике вещей конечно стоит спуститься вниз до вышивать потому что вот это вот уже край это самый край работы нижний край в принципе здесь уже начата вышивка по логике вещей конечно стоит в этот фрагмент закончить ну собаку до вышивать в общем посмотрим обзаведусь иголками и дальше буду смотреть куда мне и чего вышивать ну а на этом пожалуй я буду с вами прощаться скоро увидимся пока пока